С Верой в спорт И Владимир Иванович Головенкин, ветеран футбола Воспитанник Евгения Алексеевича Душкина Как и Николай Леонидович Здравствуйте, Владимир Иванович Добрый день Итак, с Евгением Алексеевичем мы уже неоднократно В этой студии встречались и говорили О состоянии профессионального Кировского футбола Ни для кого не секрет, что довольно грустная Сейчас ситуация С профессиональным спортом в Кировской области В частности с футболом Но совсем недавно Буквально на прошлой неделе Если не ошибаюсь, Ласточки Донесли информацию о том, что Начинается у нас новая эра Хочется верить, новая эпоха в футболе В профессиональном футболе в городе Кирове В Кировской области Дано обо всем поподробнее Итак, давайте начнем все-таки с того, что сейчас происходит Вот до этой хорошей новости В каком состоянии Находился наш кировский футбол Ген Алексеевич, слово вам Ну, очень хочется сказать сразу Детский и юношеский футбол у нас всегда в Кирове в любое время Плохие времена, хорошие времена развития футбола Был всегда на высоком уровне И это говорит о том, что дети занимают престижные места на различных соревнованиях Включая областные соревнования Всероссийские и международные Вот мы по этому поводу сегодня собрались Потому что за всю историю кировского футбола Детско-юношеского У нас воспитанники Николая Леонидовича Да, как вы анонсировали Как вы сейчас сказали Такой повод у нас замечательный Что впервые в истории кировского футбола Третье место среди всех команд Российской Федерации Заняли воспитанники Николая Леонидовича Каратаева Да, это мощь, это статус, это уровень нашей тренерской школы Нашей кировской тренерской школы Правильно я говорю? Да, и это подтверждает еще Что у нас работа с детскими и юношескими командами Ведется на достаточно высоком уровне То есть на протяжении всего времени так было? Да Да, что за ребята тогда уже, Николай Леонидович Вопрос к вам Что это за ребята, возраст их И как давно они занимаются футболом? Ну, ребята, это мои воспитанники 2003 года Практически занимаются с первого класса То есть им по 15 лет сейчас? Значит, сначала у нас пришли Городские отборочные соревнования Потом областные Победители областных соревнований Значит, выезжали на финальную часть соревнований В городе Волгоград Второй год вот подряд Сейчас финальные соревнования проводятся в одном городе Если раньше были зоны по территориальному принципу То сейчас вот второй год Все команды России съезжаются в один город И разыграют медали, как говорится Почему именно Волгоград? Ну, это, видимо, так организовывают Такая политика организации Вот это, кстати, Волгоград Второй год подряд Мы в том году ездили И в 2002 году В принципе, тоже команда была неплохая Но немножко удачи не хватило Я бы так сказал В принципе, тоже неплохо играли А в этом году Как говорится, удачно сыграли То есть вы тренируете обе команды И 2002 год, и 2005 год Да, да Третий Значит, третий Сколько команд принимало участие в турнире? В турнире принимало 70 команд Практически все команды России Начиная от Калининграда до Дальнего Востока И от Севера до Юга То есть, получается, каких-то регионов Даже было несколько команд Если я правильно понимаю Ну, в принципе, практически все регионы были охвачены А возрастные группы участников? Возрастные группы там был 2003 год 2004 год Это старшая возрастная группа И, соответственно, мы можем понимать Что уровень наших ребят Наших мальчишек 15-летних Он значительно выше, чем многих других А кто, кстати, первое и второе место занял? Первое место заняла команда Краснодарского края Которые победили в финале Команду Татарстана-Казань 1-0 Хотя, в принципе, мы в полуфинале уступили команде Казани И все тренера, специалисты, судьи Отдавали предпочтение Казани Но с чем футбол хороший, он непредсказуем В финале они выиграли 1-0 у команды Казани А мы за третье место обыграли команду Екатеринбурга 2-1 А таким образом турнирная сетка итоговая как выглядела? Первое место Краснодарский край Второе – Татарстан Третье – Киров Четвертое – Екатеринбург Я отмечу не Киров, а Кировская область Кировская область Это важно Это так звучит Там или край, там или республика, или область В принципе, правильно так Соответственно, Краснодарский край и Татарстан Насколько я понимаю, там довольно-таки большое Значительное финансирование отводится В том числе и детско-юношескому спорту Ну, всю жизнь Краснодарский край и Татарстан Это футбольные, как говорится, державы Там всегда команды были очень приличные Независимые от возраста А в то же время Киров, скажем так, ограничиваясь довольно скромными средствами Скромным финансированием, одержит в такие вот значительные очень победы Правильно? Ну, я сказал бы, там уровень был очень приличный уровень Первая, там команд 16 Очень приличного уровня И я скажу, сколько мы их провели За 8 дней мы 8 игр сыграли Ни одной проходной игры не было Все очень игры напряженные, интересные Очень турнир был организован Прекрасные поля Прекрасная, значит, организация Питание, все на высоком уровне Спонсор Кока-Кола То есть принимающий сторон Кока-Кола Отлично Ребятам, значит, подарили комплект формы Значит, баул с мячами По 10 мячей, значит, дипломы, сертификаты, значки ММПЛА Это вы за третье место? Ну, первое 4 места там И на награждении, на закрытии Присутствовал сам минист спорта Павел Колобков И участник чемпионата мира Сергей Игнашевич У нас с ними фотографии есть Очень здорово Давайте поговорим о том, что же такое Собственно, кожаный мяч Что это за турнир такой А, Владимир Иванович, может, вы нам расскажете Кожаный мяч – это известный турнир На протяжении последних 50 лет Его придумал Лев Яшин И он пользовался большой популярностью У нас в городе был похожий турнир Юный бомбардир он назывался Но дети играли и там Интересное совпадение Что Николай был капитаном футбольной команды «Динамо» И в 87-м году команда ездила И выиграла приз Лева Яшина И вот теперь, спустя много лет Его же воспитанники Николай Леонидович Его воспитанники выигрывают Занимают третье место в турнире Который придумал Лев Яшин Это очень приятное совпадение А юный бомбардир Давайте расскажем Что это были за соревнования Как долго они проходили Когда они завершились И насколько это было значимо Именно для спорта в России Это несколько турниров Но один из них Самый яркий турнир Который проводился в августе месяца Каждого года Много лет подряд Газеты «Капсомольское племя» Редакторы и организаторы Их соревнований Очень любили футбол И естественно Они проводили этот турнир Какие это годы были? Ну это годы были Конец 60-х И до где-то 80-х годов Затем-то когда газеты Капсомольское племя не стало Турнир естественно не стал проводиться Этот турнир очень яркий И в августе Дети приезжали Из отпуска с родителями И все приходили на эти турниры И играли И что мне этот турнир запоминается Потому что я сам был Много раз главным судьей этих соревнований И из этих ребят Мы отбирали лучших из лучших Команду детской юноши Команду «Динамо» Потому что у нас отбор был очень серьезный И мы были одни из ведущих в России Команд юношей Поэтому нам нужны были хорошие футболисты Подготовленные Также мы тренеры И футболисты Судили эти соревнования Из этих ребят Которые в этом турнире Юный бомбардир участвовали Можно назвать Житель поселка Спичка Мастер спорта международного класса По хоккею в шайбе Вячеслав Лавров Который активно участвовал В этих соревнованиях Получал призы И был капитаном команды Буревестник по-моему Так называлась команда То есть этот турнир давал путевку Многим игрокам не только в футбол Но и другие виды спорта Но и кожаный мяч Надо отметить Проводился тоже отдельно Это проводился Обком Комсомола Соревнования были очень значимы Относились дети К ним очень серьезно Играли И как Николай Леонидович сказал Тогда все было на государственном Диспечении Потому что Кормили Форма Все Призы И интересы у ребят То есть Это даже как воспитательный фактор Влиял На дальнейшую жизнь Ребятишек Ну конечно Здесь мотивирующий Такой фактор И в то время не было таких у нас явлений Как вот сейчас обсуждаемая тема С Кокориным и Мамаевым Об этом мы еще отдельно поговорим В конце программы Да Итак Кожаный мяч Третье место По России Заняли ребята 2003 года рождения Как удалось Николай Леонидович Вопрос к вам опять-таки Как удалось воспитать Им на такую вот Боевую братью Которые способны отстаивать Честь Кировской области Да Среди 70 Получается Да С лишним команд Я считаю Что прежде всего За счет трудолюбия Желания ребят Мы очень серьезно готовились К этим соревнованиям Мы даже специально заявились В первенстве области Среди 2001-2002 года рождения Чтобы подготовиться Посерьезнее К этим соревнованиям Поэтому я считаю Что вот это все Вместе помножено Мы достаточно Хорошо подготовились И в итоге Получился такой результат Я-то понимаю Что вы сразу ставили Перед собой цель Как минимум Призовое место Ну я бы так не сказал Нет Я бы сказал Программа минимум Была выйти из группы Из группы А там уже Как говорится Как говорится Аппетит приходит Времиды Ну это как у нас В теме нате мира В этом году было Да Подобная ситуация На самом деле Вот пример Пока мы говорим Положительных примерах Примеры нашей сборной Как они играли Влияют на ребят? Конечно Конечно Они всегда Просматривают все игры И вот это Положительные эмоции Которые остались От чемпионата мира Все равно Это они И смотрят И учатся И вот даже Игры Награждение Был Сергей Игнашевич И сфотографировались Это легенда Наша Российского Советского футбола Это на всю память У них осталось И мы Даже нас сводили На игру На Волгоград-арену Команда ФНЛ Роктор играла С факелом Воронеж Прекрасный стадион На 45 тысяч На команду ФНЛ Пришло 30 тысяч Ну там Это вообще Как в театре Сидишь смотришь Замечательно Конечно И я бы отметил Что и открытие Приходило На Мамамом Кургане Это тоже Я считаю Что очень Для детей Это Остается Очень символичный Эпизод Который с ними Потом останется Давайте вернемся еще К подготовке Ребят Как вообще Сейчас происходят Тренировки Насколько они Отличаются Отличаются ли От той школы Которую вы Проходили раньше Ну я бы сказал Что вот раньше У нас больше Было дворового футбола Мы вышли Во дворе В основном Играли Учились Сейчас немножко Вроде бы И условия есть В каждом дворе Вроде площадки Но вот Меньше А все-таки есть Да Потому что все больше Больше узел Что под парковки Это все уходит Дворового футбола не стало Вот дворового Вот то что мы раньше Росли с утра до вечера Мы этот мяч гоняли И с любым возрастом Улица на улицу Двор на двор Сейчас вот такого Как говорится нету И мы когда приходили Уже в секцию футбола Вот к Евгению Алексеевич У меня когда приходил Записывался То немножко Уже разогретые Да Уже заряженные Немножко уже были Как подготовлены Можем так сказать А как вы оцениваете Почему не стало Дворового футбола Вдерем Иванович Как вы считаете Куда делся тут азарт Та энергия у ребят Почему не играют Ребята сейчас В двора футбол У детей сейчас большой выбор Заниматься Видами спорта В футбол В нашем городе Нет профессиональной команды Теряет популярность У детей Это как следствие Должны быть примеры У детей Которые не в телевизоре Которые рядом Можно прийти Увидеть Пообщаться с ними Вернуться на двор И взять этот мяч И гонять его Воображать себя Знаменитыми футболистами Местными Не только теми Которых они могут Видеть в телевизоре Есть популярность Футбола Есть тяга детей К нему Я думаю Что это очень взаимосвязано Пример футболистов Рядом Что вы имеете То есть какие-то Местные наши Кировские звезды Футбольные Или кого вы имеете ввиду Или допустим Взрослое поколение Эти же родители Когда они вместе Со своими детьми Выходят Поиграть в футбол Выгоняют отцы С сыновьями Мяч Совместно Ну вот Хорошая идея Сделать такой турнир Отцы и дети В нашем городе Чтобы дети Играли вместе Со своими родителями Конечно Пример родительский И пример Звезд футбольных Которые рядом Это вдохновляет Я сам пришел В футбол Меня отец Привел на стадион Динамо Я видел Как играют При огромном стечении Футбол Это меня заразило На всю жизнь То есть Именно Детские впечатления От просмотра игры Безусловно Довольно Есть впечатления Не телевизор Именно живые впечатления Эмоции Игорь Алексеевич Хотели добавить что-то Да Хотел добавить Что Все-таки Футбол Это Ходит Больше Не только На игру Посмотреть Как команда играет Но даже Индивидуально Кто играет Интересно Вот почему Мы отразили С Владимиром Ивановичем В нашем Фотоальбоме Наших Любимых игроков Которых до сих пор Болельщики Помнят И у них Были Прозвищи Не такие Как сказать Криминальные Или что Вот там Шули Ёрш Кузи Вот такие Ругани не было Но без них все-таки Без прозвища Куда И вот до сих пор Я даже вот встречаю Иногда Случайные люди Которые закончили институт Политехнический институт Педринститут И говорят Вот я занимался У такого-то Известного футболиста Виктора Кузьмина Я говорю Очень хорошо Вот Я говорю Как Виктор Иванович Проводил занятия В университете Так Очень хорошо Относился К нам Серьезно Все Хвалил Нас Ну и ругал Тоже То есть Они Вот люди Уже Им за 50 лет 60 Они помнят Вот таких Преподавателей Которые играли в футбол То есть Люди ходили На индивидуальных Сильных игроков Вот В данный момент Сейчас конечно у нас Это все Организовано Площадок Нет Футбольных полей Нет Пустырей Нет Уже почти в городе Мы сейчас только что Говорили Что вроде площадки В каждом дворе Ну почти в каждом дворе Ну там Больше На этих площадках Играют дяди По субботам Воскресеньям На этих площадках Если пройтись А детей не увидишь Потому что они То на учебе То с планшетами сидят То уроки делают Может быть уроки делают Вот Может быть урок Да Так что Индивидуальные Сильные игроки У нас конечно Вот Мне очень радостно Что вот У нас детская спортивная школа Номер 5 Была всегда лидером Мы Удачно выступали В различных соревнованиях А вот сейчас В течение уже трех лет Они даже не могут Занять первое место В первенстве Области Среди юношей Которые Есть показатели Работы школы Вот Это очень плохо Но С другой стороны Есть у нас Которые воспитанники Которые стали Мастерами спорта Вот Андрей Малых Играет За Оренбург Михаил Багаев Играет Капитан команды Курска Ванкард Пугин Алексей Играет За Балтику То есть У нас Очень сильные игроки Не считаются И любят Их за своеобразные То есть Вятский характер Они показывают В своих играх Вот что Тоже Нас радует Вятский характер Хорошее сочетание Что вы в него Включаете Может быть Каждый еще Выскажете Ну мы же Провинция Естественно Обделены Вниманием Роскошной Жизни Футболистов Только узнаем Вот Из интернета Из телевидения Интернета Табло Вот И дети Сейчас Конечно Они смотрят Учатся Как вести себя Ну и тренер У нас Конечно Очень неплохие Тренеры у нас Детские Юношеские Вот один из них Николай Леонидович Собственно Что мы Видим Результатом Который душу Вкладывает Это ведь Результат Его Результат Его работы И не случайен И дети его любят И родители уважают И отсюда Результат Такой Это очень Хороший результат Это замечательный Супер результат Потому что Третье место В России Среди детских Команд Занять Вот Дай бог Чтобы эти ребята Где-то в 17-18 лет Проявили себя В хорошей Профессиональной Команде Вот К этому и хочется Сейчас прийти Да И об этом Я бы хотела Еще дальше поговорить Говорить будет много Но результаты Из нашего разговора Не будут Потому что Этим Должны заниматься Кто отвечает За спорт В нашей регионе Следующий вопрос Все-таки Как Показывает Как я вижу В этих программах Как я вижу Ну повсеместно Сейчас Все-таки Все больше и больше Бизнес Входит в спорт Да Именно С точки зрения Поддержки команд Как-то помочь Закупить Какое-то необходимое Оборудование Помочь Выехать Элементарно Команде На какие-то соревнования Сейчас все больше и больше В этом участвует Какой-то частный бизнес Насколько это движение Жизнеспособно Насколько оно Логично Да И Что нас ждет В дальнейшем То есть Это все-таки Что спорт будет Целиком и полностью Во власти бизнеса Либо все-таки Структуры Которые должны отвечать За это Ну вот я Немного Знаю Так изучал Исследовали Тему Футбол Значит До революции После революции До войны После войны На примере Нашего Вятского Футбола Вот Отношение Всегда Футболу Было Со стороны Руководства Нижегородского Края Вятской Губернии Кировской Области Всегда Положительно Вот удивительно В годы войны У нас была Команда Динамо Были Команды На заводах Наших Военных Они играли В годы войны Тяжело Было Играли У нас команда Динамо В 43-м Выезжала В Сталинград Участвовала В соревнованиях А сейчас У нас время Прекрасное время И мы Не можем Плохенькую команду Состать Она была Уже Плохенькая команда Развалилась Ученые Вот Много Примеров Можно привести То есть Вот сейчас Просто непонятно Хотя Все понятно Надо Любить футбол Ну Это прям Красная нить Все наши программы Надо любить спорт Николай Лидович Что дальше С ребятами Будет Куда они Дальше Пойдут Чего они Будут Дальше Добиваться Ну Вот Сейчас У меня Уже Несколько Человек Уезжает Ребята Один Приехал С Москвы На просмотр Ездил Сейчас В Ужевск Уезжат А то и все Уже забрали Нет Они только На просмотр Едут Кирилл Агущин Вот уезжает Он на просмотр Кстати Его признали Лучшим Полузащитником России Жалко Что команды Мастеров Нет Стремление У нас раньше Было Команда Мастеров Мы стремились Чему-то Что туда попасть Для нас Ромбик На груди Это непростой звук Был Честь города Области Тем более Динамо Я там вырос С пеленок И играл Для меня Это было Очень почетно И Это сейчас Лучше предложат Переходят Из одной В другой Раньше Мы такое Как говорится Честь флага Вопрос не только В деньгах Вопрос в уровне Которые дают Другие команды Если у нас нет Несформирована Профессиональная команда Так к чему Тогда стремиться Ребятами здесь Сейчас нужно Просто уезжать В другие регионы В академии В интернаты И только так Здесь в принципе До юношей До роз Дальше Это уже роста нет У нас единственная Третья лига Есть Факел Все Пеленство в области Города Но это я считаю Уже не тот уровень Если учесть Что переставелся И играть В семь команд Неделю назад У нас с баскетболистами С клубом Спарта Состоялся Примерно похожий разговор То есть тоже Ребята Прекрасно играют Ребята выходят На Европу И вопрос Что возраст Подходит Дальше-то как А дальше куда И конечно же Хочется Чтобы такие молодые Дарования Оставались В Кирове И развивали Именно спорт в Кирове Возможно Этого добиться Пока команды мастеров Не будет У нас ребята Будут уезжать Будут уезжать В интернаты В академии Им надо расти А у нас До юношей Дошел Доросли И дальше Уже выхода Это как говорится Некуда Дальше уже некуда Все уже Как сделать команду мастеров И кто должен ее сделать Ну это уже Тут много факторов Леет И финансирование И тут все взаимосвязано Финансирование областное Ну в одной области Тут не потянуть Жалко У нас нет Крупных этих Предприятий Спонсоров Ну как это нет У нас очень много Крупных предприятий Ну крупные есть Но надо же Вкладывать деньги Вот в том то и дело Это упираться Все у нас То есть раньше Когда у нас была Хорошая Основательная Команда Профессиональная Это все было С помощью господдержки У нас был Центральный совет Динамо Которые денежки С Москвы спускались Я в свое время Когда играл Там было все Централизовано Как говорится То есть виноват Ты все таки кто В том что сейчас Заникнет Жизнь виновата Жизнь виновата Вы знаете Говорить жизнь Не виноват никто Она так же не бывает Вот поэтому Так жизнь виновата К этому пришли Вот почему в этой книге В фотоальбоме Они играли за Динамо Где прослеживается История развития Нашего футбола Вот Я отметил В первую очередь Руководители Областного Спорткомитета Которые вложили Душу В футбол Не только Во все виды Но и внимание Большое Динамо Уделяли Динамо Команде Потому что Это был показатель Затем у нас Появляется команда Родина На родину Внимание Сейчас она конечно Естественно Одна из самых Брендов нашей области И команда Родина Был футбол Олимпия Прекрасная команда была Тоже распалась команда То есть Вот жизнь показала Что Дальше развитие Этих видов Популярных Ну Не предвидится Радужные Такие Перспективы К сожалению То о чем вы говорите О том что Кого вы выделили в альбоме Кстати Спасибо Евгений Алексеевич Упоминает все Альбом Скажу что Перед программой Общество ветеранов футбола Подарило мне Замечательный такой альбом Они играли за Динамо Обязательно прочту И тоже мы сделаем Отдельную программу По истории футбола В городе Кирове То о чем вы говорите Насколько я понимаю Это в Союзе было повсеместно То есть Многие регионы Многие области И край Так развивались Именно таким путем Ну да Папа заходил Все уже выполняют Его указания То есть Руговитель заходил И все играли Сейчас же У нас такого нет У нас все У нас главное-главное Сосульки Дороги По всей стране По всей стране По всей стране Не только в Кирове Во всей стране Сосульки Дороги Что еще у нас Асфальт О детях О воспитании По сути дела Мы практически забыли Но я так понимаю Что если есть Какое-то изменение Должен быть Какой-то выход Понятно Что система Сейчас меняется В какую сторону Меняется И как-то ведь Как реку Нужно русло Ведь ей создавать Вот в какую сторону Спорта теперь течь Футбола в частности Хорошие Слова всегда говорятся Ну слово Ведь как Есть слово Надо было Дело Слово это не дело Нет Вот А хорошие слова Конечно Все это Говорится Выполняется Но вот Например Внимание все-таки Высших Спортивных руководителей Вот Колобков Павел Да Он все-таки В своем Загруженном Распорядке дня Приехал Поблагодарил ребят Это очень здорово Для ребят Игнашевич Тренер сборной страны И ЦСКА Приехал тоже То есть Значимость Турнира очень высокая Ну извините Это их работа Потому что мы довольны Но вот работа Они могут и не приехать Ну тогда зачем Они на этих местах сидят Они понимают Что это Залог будущего В этих соревнованиях В том числе Да То есть Они все-таки Какие-то надежды На это все В Клаву Или пока еще не знают Что с этими богатствами Приезжают лучшие Из лучших Воспитанников Всех краев и областей И они естественно Приезжают Чтобы поддержать их И не только приезжают Но и Хорошо Их Приветствуют И награждают Вот Николай Леонидович Сказал Посмотрите Какие хорошие Подарки были сделаны То есть Для ребят Это самое важное Чтобы к ним Было внимание И они Видели свои перспективы Так может быть На самом деле Выход Если уж Государство Пока только Личным присутствием Готово стимулировать И мотивировать Ребят Может быть На самом деле Речь Стоит вести Сейчас о бизнесе Поддержке Любительская футбольная лига Да Которые вы Прекрасно Взрыв То что Футбол Еще сейчас Держится У нас детские Юношеские Это что Руководители Детской Любительской лиги Они проводят Соревнования Среди детей Подростков Взрослых Взрослой населения Еще у нас Проводится Еще соревнования Футбольная лига Спорта Там тоже Очень много Команд То есть Массовый Спорт У нас Не на плохом Счете И То есть Могут В субботу В воскресенье Все Взросла Поиграть В футбол С удовольствием Посмотреть И посмотреть И народ Приходит Вот это Хорошо Но это Уже Как говорится Ну не Самодеятельность А то что Это Личное Влечение Человека К этому Виду спорта Как футбол Вот Ну а Конечно Этот Глобальный Вопрос Участия В профессиональном Футболе Это конечно Очень серьезно Конечно Не дело Занимать Последние места И только Да Я всегда И говорю Кир Это тоже С одной стороны Хорошо На последнем месте Там Три года Подряд Идем Уже Вся Россия Знает Что Вот Киров Есть Динамо Киров На последнем месте Тоже Хорошо Реклама Ну Да Любовь На них В принципе Бонус Какой-то Да Ну давайте Вернемся Вот у нас Последняя Минута Осталась О примерах Хотели поговорить О современности Которые существуют Интересные реакции Ребят Да На эти новости Которые мы Сейчас получаем Из столицы Да Действиях Некоторого характера Наших известных Прославленных футболистов Наших героев Икон футбола Да Как ребята Относятся К этому молодому поколению Николай Нилович Ну я считаю Что конечно Это не красит Их поведение Все-таки Всегда должна быть Голова на плечах Немножко Тем более Публичные люди На них смотрят И так себя Не вести Не имеют права Я думаю Что следственные органы Разберутся И примут Соответствующее решение Но все-таки Это наука На будущее Не только им Это я думаю Всему российскому Футболу После чемпионата мира Вроде бы только Лицом повернулись К футболу К людям И такой К стране Удар Я считаю Все равно Немножко нужно Вести себя Как это помягче сказать Чтобы думали Головой Вы считаете Это сильный удар Для имиджа Российского футбола Конечно Сильный Конечно Конечно Только вроде бы Попали в восьмерку Сильнейший команд Мира И после этого Люди таки вот творят Не знаю Это каким-то образом Скажется На мотивации Ребят заниматься Спортом Футболом Профессионально Я думаю Что сказывается Что Всегда нужно думать Головой Что ты делаешь И что ты творишь И своим примером Показать Что возможно Иные варианты Они показывают Дети Они же смотрят Все это Читают интернет И везде Телевизор И сейчас Такое происходит Но я еще раз говорю Это не красит их Но в ближайшем будущем Нашему Авиатскому футболу Это не грозит Ну С одной стороны Это хорошо Конечно Это хорошо Желаем ребятам Всяческих побед Удач Да Приводите в следующий раз И их Да И звезд Наших молодых Надеемся Что они все-таки Пока останутся в Кирове И в Кирове Будет необходима Инфраструктура Чтобы ребят В дальнейшем развивать Создавать Все-таки Наша мечта Профессиональную На самом деле Стабильную Развивающуюся Команду Профессиональных Футболистов Да Это была программа Сферы в спорт В гостях У меня сегодня был Евгений Алексеевич Душкин Каратаев Николай Леонидович И Иван И Владимир Иванович Головенкин Спасибо большое Господа Что пришли Это ветераны Кировского футбола Звезды Кировского футбола Как раз те Самые люди На которых Мы Юные футболисты Мы будем равняться В ближайшем будущем Да Ну Пусть растут новые звезды Правда Вам спасибо Спасибо вам Приходите еще До свидания До свидания До свидания С верой в спорт